Динамо сейчас выровнял свою игру, мне кажется, что изменил Владимир Васильевич с начала сезона, потому что не очень стабильно играли, первый особенный отрезок. Да, я думаю, как и всем командам, может, нам чуть-чуть больше времени понадобилось, все-таки, наверное, много новых людей, игроков и, может, разные там какие-то системы и так далее, поэтому сыгрались и начали играть как-то более-менее, в принципе, с той поездки в Дальний Восток чуть-чуть получше играть и, я думаю, в принципе, держим, держим уровень наш. Крикунов говорил как-то, что Яшкин, конечно, может играть в НХЛ, но роль у него была там другая, он играл в четвертом звене и еще очень важно, к какому тренеру ты попадаешь. Вот сейчас по чем играешь и тебе повезло, вот это его слова. Скажи, действительно ли повезло, что с Вадимом поставили? Ну, конечно, повезло и, я думаю, любой игрок, который играет в четвертом звене и потом он играет в первом или во втором, сразу почувствует разницу, поэтому, конечно, доверие тренера и, в принципе, вся обстановка изменяет полностью ситуацию. Дима в НХЛ тоже пытался поиграть, у него не получилось. Как вот ты думаешь, он все-таки должен был остаться и подождать или в КХЛ он самый креативный, ему как бы здесь королем лучше быть? Да, это у него надо спросить. У него есть свои приоритеты, и он решил так, как решил, и вроде доволен, поэтому, я думаю, тут думать не о чем. Еще такая есть информация, что Саша Овечкин поспособствовал подписанию с Динамо, ну, твоего контракта. Это правда? Как еще было на самом деле? Ну, именно в его случае, я не знаю, это надо у него спрашивать. Я знаю то, что я с ним разговаривал, и у него спрашивали про меня, поэтому, наверное, каким-то долгом он, наверное, на этом и подписался. Ну, все-таки повлиял как-то, да? Наверное, да. Вы созваниваетесь в связи с ним? Он спрашивает как одно Динамо? Спрашиваемся, да, списываемся. Не так, конечно, часто, но все равно в контакте со всеми ребятами. Ваш отец сейчас работает в Динамо тоже. Вся семья, получается, в Москву уже перебралась? Нет, только мы вдвоем. Вот еще раз. Девушка. Нравится в Москве больше, чем в Вашингтоне, да, я слышала, или это неправда все-таки? Одинаково. Вашингтон для меня равносильно, как Москва, очень похож. Да, мы там круто, и здесь круто. Ну, все-таки здесь ты певица, же, да? Здесь, конечно, лучше. Ну, как лучше, нет. Не то, что прям лучше. Но здесь больше, чем заняться, лично для меня. А так, для жизни, и там круто, и там круто. Очень хорошая приема. Скажи, ты слышишь Надины песни? Конечно. Я слышу, например. Какая тебя любит? Последняя. Это, которая Shine a Mad? Да. Ну да, она крута. Больше всего понравилась. Владимир Васильевич говорит, что он за жесткую предсезонку, и он заставляет там на предсезонках тягать баллоны. А было ли что-то такое у тебя в НХЛ, и какие-то такие тренеры жесткие? Кто там самый жесткий? Да, тут просто речь о разных вещах, потому что, ну, в России идет подготовка три месяца, или там, я не знаю, сколько она идет. А в НХЛ уже игроки приезжают подготовленными, и проходит кемп, в принципе, там, три недели. Ну, он начинается, и там через два дня уже игра. Есть много катания, там, много всего, ну, что... Все равно пытаются нагружать, нагрузить ребят как можно больше, ну, баллоны там, или нет. Ну, как-то, я не знаю, я не знаю, какая в этом эффективность. Ну, я уже покатался пару раз с жилетами, с баллонами, ну, я не знаю. Тебе конкретно не помогает? Я такого там не видел, и, не знаю, если это имеет какую-то эффективность на данный момент, в сезон. Вопрос в лоб. Кто самый жесткий в НХЛ тренер? Ну, у меня уж не так их много было. Ну, если есть, да. То, что я услышал, то Тортурелло очень жесткий. И еще парочка есть, конечно, но у меня, в принципе, нормальные тренера. Ну, Хичкок тоже не менее такой жесткий, но нормальный был. Было ощущение у тебя в НХЛ, что ты попал все-таки немного не к тем тренерам, да, которые вот мало давали тебе шансов игрового времени, хотелось бы побольше? Ну, так получилось, что уже сейчас, ну, что с этим не поделать. То есть, у тебя были мысли, если бы другим попало, если бы другую команду? Скорее, не в то время, я думаю, когда ты не к всем тренерам. Ну, да, где-то, может, и не в то время, где-то, может, и, ну, что об этом говорить? Как было, так было, а как будет, посмотрим. Ну, после того, как Сент-Луис тебя задрафтовал, ты поехал играть в канадскую молодежную лигу, да? У тебя не было какой-то мысли поехать в Россию, допустим, все-таки здесь родился? Нет, я еще... В Чехии играл, да, уже с родственными, и потом поехал в Венеровскую, в Канаду, потому что мне сказали, что хотят, чтобы я на глазах был, и чтобы больше видели. То есть, это правильное решение однозначно, да? Да, ну, я подписал контракт после того года, поэтому однозначно. Говорят, что в Чешской лиге из тебя не смогли бы сделать такого силового форварда, как сделали все-таки там, в Канаде. Как ты считаешь? Я не знаю, Чешская лига, в принципе, тоже достаточно жесткая. Там только площадки побольше, поэтому может иметь столько силовых приемов, но... Есть много ребят, которые оттуда ушли, и, в принципе, в хорошем состоянии, и они очень хорошо играют, поэтому каждому свое. Такая сейчас тема обсуждаемая. Это русские игроки, которые выступают за другие сборные. Это вот, например, Барков, да, и ты. Как сам считаешь, вообще тебя задолбали с этим вопросом, почему ты не играешь там в России, и как ты к этому относишься, вот к осуждению именно? Нет, ну мне никто особо, и вопросы не задают, и почему я не играю за Россию. Ну, просто болельщики, я читала, что это. Больше вопроса, что, как так получилось, или там, какого это играть против России, ну, конечно, очень часто задают этот вопрос. Я спрошу такой вопрос тогда, а ты не жалеешь, что ты не играешь, вот хоть немножечко, что ты не играешь за сборную России? Да, о чем не жалеть? Как бы, конечно, это такие чувства разные, то, что вся семья русская, и я играю за другую страну. Это же по-спортивному только, поэтому, поэтому получилось. Вот, Женя Кузнецов говорил, что в НХЛ стало маловато креативного хоккея. Как ты считаешь, он прав, что там бей-беги стиль преобладает? Ну, вот если с КХЛ сравнивать, допустим. Ну, там просто скорость очень поднялась за последних, я не знаю, 5-10 лет, потому что, когда и даже я, когда пришел, там, 7 лет назад, хоккей был абсолютно другим, и... Креативность где-то страдает, но я думаю, до сих пор очень много, так же, как и Кузя, очень много креативных игроков, и они даже на этих скоростях справляются. Никита Гусев, например, ты следишь за ним как-то, почему у него не получается? Ну, на игры не смотрю, но какие-то там хайлайты видел, где он передачи отдавал. Я думаю, ему тоже просто понадобится время, так как он и по-английски не очень хорошо разговаривает, поэтому, я думаю, всему свое время. В Вашингтоне за год, мне кажется, ты общался только с русскими ребятами, а вот Якуб Врана, например, я его не видела там ни на одной фотке, вы его брали хоть раз с собой? Не, ну, я часто был и с ним, и с Мишей Кэмпом. Ну, это отдельные тусовки все равно, да? Ну, и мы вместе с русскими ребятами тоже ходили, ну, конечно, чаще всего я с русскими ребятами время проводил. А вы тогда попали вот после чемпионского сезона, было ли, чувствовалось, что у них там какое-то другое стало поведение, или там кризис в команде, вот говорят, что они там отмечали все лето, кубок Стэнли праздновали? Да не, я бы даже не сказал кризис, наоборот, все были уверены. Чересчур, да? Ну, не то, что чересчур, просто чувствовалось, что команда, они никого почти не потеряли, там пару игроков с этой командой, которая выиграла кубок. Поэтому все были очень уверены, и это можно почувствовать, создавал какие-то, что никто не беспокоится, и как-то все так улажено, и все нормально. Слышали про идею привезти Вашингтон в Россию на вынесенный матч? Да. Что думаешь вообще про это? Было бы круто, конечно, хотелось бы на такой игре сыграть. Тогда немного про сборную еще поговорим, вот Милоша Ржига, как играть под его руководством, какой он тренер? Да, я думаю, его все уже знают в России, конечно, он бывает вспыльчивый, и бывает, ну, я думаю, он чуть-чуть уже успокоился, потому что я слышал много там рассказов, но я думаю, более-менее успокоился за последнее время, не такой уж он. Есть информация такая, что он в КХЛ приедет в Уфу. Как думаешь, нужен вообще КХЛ такой тренер в Уфу? Я рад, что это не моя работа решать этот вопрос. Ну да. Ну вот еще вопрос к тебе на чистоту, ответь на него. Тебе приятнее все-таки быть, ты сейчас просто суперфорвард, все там про тебя пишут, говорят в Динамо там, да? Или все-таки приятнее играть в команде с Овечкиным, но удовольствоваться мало? Вот для тебя вот чисто. Да нет, ну, конечно, человек не хочет сидеть и смотреть. Ну, то есть для тебя круче быть в Динамо на первых ролях? Ну, это такой вопрос. Круче, как бы, ну... Ну, ты сам все равно думаешь, что для себя. Да, для самого игрока, конечно, приятнее, когда он играет, и ему дают поиграть, и еще у него все получается, чем, конечно, быть с классными ребятами, смотреть на них, как они играют, и каждый день тренироваться, поэтому я думаю, тут и так все понятно. Никто не любит этот вопрос, но все-таки про будущее думаешь? Ну, контракт... Динамо там, может быть, уже в крови, там, бело-голубая кровь, хочу остаться, или все-таки НХЛ? Ну, конечно, у меня главная цель была здесь хорошо отыграть год, а там посмотреть. Конечно, хочется вернуться в НХЛ, ну... Предложений пока нет, конкретно? Ну, а что, середина сезона, поэтому... Ну, все равно, говорят же заранее. Закончим, потом разберемся. И еще один вопрос. Прошел ты мимо Кубка Стэнли, вот эта грустная прям тема, и в Вашингтоне, и Сент-Луисе читает. Все равно, снится тебе кубок? Хочется тебе его выиграть? Да, я уже про это забыл, слава богу. Конечно, было очень неприятно, но, значит, такая судьба. Ну, может, еще выигрыш на судьбате между 40 лет. Поэтому все нормально. Ну, все, спасибо тебе большое, спасибо вам, это прекрасная пара у нас здесь.